Все началось с таинственного события, которое многие приняли бы за вымысел, если бы не его реальность. Миллиардер получил сообщение из самого сердца космоса. Это произошло, когда он отдыхал на своей частной вилле на одном из экзотических островов. Ночью, когда звезды ярко освещали небосвод, его личный астроном, человек, известный своим безукоризненным профессионализмом, внезапно обнаружил странные сигналы, поступающие из далекого уголка Вселенной. Эти импульсы были настолько загадочны и непредсказуемы, что вызвали волну вопросов и догадок. Сначала команда миллиардера решила, что это простая случайность или ошибка оборудования. Однако, изучив сигналы более тщательно, стало ясно, что это нечто большее. Сильные радиосигналы, которые невозможно было сравнить ни с чем из известных источников в космосе, продолжали поступать с удивительной регулярностью. Они словно давали о себе знать снова и снова, как будто пытались передать важное сообщение. Сам миллиардер, всегда ищущий ответы на вопросы, которые не дают покоя ни одному великому уму, был захвачен этой тайной. Он немедленно начал исследование и, чтобы разобраться в странных космических звуках, привлек лучших ученых и экспертов в области астрономии и физики. Команда ученых, собранная со всего мира, работала днем и ночью, анализируя каждый бит данных. Каждый сигнал они тщательно декодировали, пытаясь обнаружить скрытое послание, которое скрывалось среди звезд. Это загадочное космическое послание стало началом невероятного путешествия для миллиардера. Оно разожгло в нем желание отправиться в неизведанное, туда, где человечество еще не ступало. Этот зов звезд стал первой искрой в его решении покинуть Землю и отправиться на поиски нового мира, полного неожиданности и тайн. Но что именно скрывали звезды и почему они выбрали именно его для этого сообщения, оставалось загадкой, готовой перевернуть его жизнь и изменить представление о космосе навсегда. Тайные амбиции миллиардера Эти космические сигналы пробудили в миллиардере давно скрытое желание покорить неизведанные горизонты. Его детская мечта о путешествиях в далекие миры внезапно ожила, обретя вполне ощутимые контуры. И в то время как наблюдения вели к ошеломляющим выводам, его амбиции начали принимать поистине космический размах. Человек, привыкший бросать вызов устоявшимся правилам и идти против течения, решил, что его путешествие в космос станет самым значительным деянием в истории человечества. Он всегда верил, что будущее лежит за пределами Земли и что человечество должно искать новые горизонты для расширения. Теперь это чувство стало для него еще более острым. Миллиардер начал рассматривать возможности использования своих огромных ресурсов для реализации амбициозного проекта по созданию космического судна. Он не собирался полагаться лишь на достижения современной науки, он мечтал превзойти их. Его амбиции, подкрепленные неисчерпаемыми финансовыми возможностями, позволили ему собрать лучших инженеров-физиков и астрофизиков, чтобы воплотить в жизнь концепцию, казавшуюся невозможной. Точно так же, как он строил свои бизнес-империи, он приступил к разработке корабля, который сможет перенести его и его команду в глубины космоса. Это был шаг, который предполагал не просто колоссальные технологические новшества, но и огромные риски. Однако миллиардер не боялся рискнуть, это было в его натуре. Он осознавал, что его выбор может поставить на карту не только его собственное благосостояние, но и здоровье и жизни участников экспедиции. Но мысль о том, что он может стать первопроходцем в исследованиях иных миров, толкала его вперед. Звезды стали его путеводной нитью, и он не собирался упускать возможность ее следовать, даже если это означало поставить все на карту. Космическая Одиссея. Мечта или реальность? Создание космического судна было больше, чем просто проектом для миллиардера. Это было величественной Одиссеей на грани фантастики и реальности. Его команда из лучших умов современности разработала план, который по сути объединил в себе достижения современной науки и элемент непредсказуемого чуда. Работы начались с невероятной скоростью. На специально построенном секретном космодроме день и ночь кипела работа. Огромные ангарные комплексы скрывали внутри себя инновационные разработки. Силовые установки, рассчитанные на межзвездные расстояния. Капсулы для длительного пребывания в пространстве и системы жизнеобеспечения, способные поддерживать жизнь на месяцы, а возможно и годы. Однако не все шло гладко. В процессе конструирования судна возникали технические проблемы, которые требовали немедленных решений. Но для миллиардера это были лишь временные трудности. В его глазах каждая новая проблема — это возможность для творческого подхода и инноваций. Используя свою харизму и деловую хватку, он смог склонить самые влиятельные корпорации мира к сотрудничеству. Эти альянсы позволяли ему получать доступ к новейшим технологиям еще до их официальных анонсов. Эксперименты по сборке и тестированию систем проводились в режиме реального времени. Каждый успех и каждая неудача становились важными уроками. Но чем больше они продвигались вперед, тем более явственным становилось, что этот проект — не просто мечта, а вполне реальная возможность. Каждый новый день приближал его к заветной цели — бескрайним просторам космоса. В предвкушении великого путешествия миллиардер чувствовал, как жизнь приобретает новый смысл, но чтобы по-настоящему понять это, нужно было сделать еще один решающий шаг. Визионер или безумец? Скептики не раз поднимали вопрос, действительно ли миллиардер — истинный визионер, прокладывающий путь в неизведанное, или все это — проявление эксцентричности, граничащей с безумием. Его стремление отправиться в космос, оставляя позади все, что он создал на Земле, как минимум вызывало множество вопросов. Каждое обсуждение его планов сопровождалось бурными дебатами, а порой — насмешками. Некоторые высмеивали его амбиции, видя в них лишь очередное проявление богатства и власти. Другие же, напротив, восхищались его бесстрашием и решимостью идти против течения, открывая новые горизонты для всего человечества. Пока критики обсуждали его разумность, миллиардер не терял времени зря. Он раз за разом доказывал, что его намерение — не просто прихоть богатого человека, а обдуманный шаг к будущему человечеству. Каждый этап подготовки к космическому путешествию лишь упрочнял его репутацию как человека, не боящегося бросить вызов устоявшимся понятиям. Несмотря на сомнения со стороны, он продолжал свое дело, выиграв поддержку среди тех, кто видел в его проектах потенциал для кардинальных перемен. Для миллиардера было важно показать, что его мечты — это не просто фантазии. Он искал поддержки и обратной связи у тех, кто разделял его увлечения космосом и находил их там, где другие видели преграды. Его друзья и коллеги замечали, как он с головой уходил в работу, вдохновляясь идеи преодолеть невозможное. И даже те, кто оставались в тени и не понимали его видения, чувствовали заражающую атмосферу энтузиазма, исходящую от этого амбициозного проекта. Но, как бы ни был уверен миллиардер в своем пути, важнейшие вопросы еще оставались нерешенными. Какова будет цена этого эксперимента и кого он оставит за собой на нашей планете? Уходя от Земли, оставляя наследие. События разворачивались быстрее, чем кто-либо ожидал. Миллиардер, готовясь к предстартовому путешествию, окинул взглядом результат своих многолетних трудов и задумался о том, что он оставит после себя на Земле. Его бизнес-империя, построенная на инновациях и технологиях, стала символом прогресса и непрерывного поиска новых горизонтов. Однако судьба его предприятия оказалась под вопросом. Он назначил доверенных лиц для управления своими активами, обеспечив стабильность и поддержку для тысяч сотрудников, работающих на него. Этот шаг был не менее важен, чем подготовка к космическому путешествию, поскольку миллиардер понимал, что его уход может повлиять на жизни многих людей. Каждое решение было тщательно взвешено и обдумано. Он стремился оставить после себя не только наследие в бизнесе, но и вдохновить следующее поколение на смелые поступки. Его компания начала новое направление исследований в области альтернативной энергетики и устойчивых технологий. Это стало своего рода даром будущим поколениям, обеспечивая экологически чистые и эффективные решения. Эксперименты, начатые под его руководством, продолжатся и дальше, благодаря его вере в силу коллективного разума. На Земле идея миллиардера развивать науку и технологии будет жить, двигая человечество к новым открытиям. Он знал, что его отъезд не конец, а начало новой эры как для его компании, так и для всего мира. Но впереди его ждал самый важный этап – личное прощание с этой планетой, которая была ему домом так долго и которая стала отправной точкой в этой грандиозной миссии. Отправляясь в неизведанность. Прощальные слова. Момент расставания стал для миллиардера кульминацией всего пути. Он собрал людей, стоявших у истоков его проектов, чтобы произнести прощальные слова. Среди них были верные друзья и коллеги, которые поддерживали его на протяжении всех лет в бизнесе и науке. Но также и те, кто свежее вошел в его жизнь благодаря его амбициозному космическому проекту. Эмоции накрыли всех присутствующих, ведь несмотря на уверенность миллиардера в своем решении, разрыв с Землей не мог пройти гладко. Он понимал, что оставляет не только успешные компании и проекты, но и отношения, которые формировались долгие годы. Эти последние слова, произнесенные им перед отлетом, стали не просто прощанием, но и призывом к действию для тех, кто оставался за его спиной. Каждый присутствующий знал, что миллиардер всегда стремился превзойти возможности, доступные простым смертным, и теперь они были готовы следовать его примеру. Он вдохновлял окружающих своими бесстрашными и дерзкими планами, напоминая им, что нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно искать пути покорения новых вершин. Публика, затаив дыхание, слушала, как он говорил о важности мечты и стремлении двигаться вперед. Его слова были наполнены решимостью и верой в человечество. Он благодарил всех за поддержку и работу, обещая, что не забудет ни одной минуты, проведенной с ними. Каждый знал, что этот момент будет последним, когда они его увидят. Миллиардер не скрывал, что намерен оставить Землю навсегда, и что для него это путешествие не просто вызов, но также путь к исполнению мечты всей жизни. Как только его слова прозвучали, космический корабль, готовый к старту, стал символом как завершения целой эпохи, так и начала чего-то несравнимо более великого. В тот момент, когда он ступал на борт, миллиардер ощущал, что делает шаг в неизвестное, но уже не чувствовал страха. Он был первым среди тех, кто хотел познать Вселенную и понимал, что его пример станет для многих вдохновением. А впереди его ждали звезды, готовые раскрыть свои тайны и изменить представление о нашем месте в необъятности космоса. Планетарные горизонты. Что скрыто за мечтами? Планетарные горизонты, манящие таинственными перспективами, открывали перед миллиардером неизведанные возможности и скрытые мечты. Он знал, что за пределами привычного мира скрывается множество загадок, ждущих своего часа. В его видении космос представлял собой не просто пустоту, а неисчерпаемый источник вдохновения и знаний. Только представьте себе миры, где законы физики могут отличаться от наших, где жизнь принимает немыслимые формы, а горизонты не ограничены земными рамками. Именно это желание прикоснуться к неизвестному и двигало миллиардерам в его стремлении оставить планету и стать первопроходцем в изучении других миров. Как только стартовала подготовка к его путешествию, было решено, что маршрут проляжет через те области космоса, которые ранее были недоступны для современного человека. Прежде всего, это были экзопланеты с потенциальными условиями для жизни. Если на Земле развитие цивилизации подошло к своему пику, то другие планеты, возможно, только начали свой путь к грандиозным открытиям и достижению гармонии с окружающей средой. Эти перспективы будоражили сознание миллиардера, заставляя его двигаться вперед без оглядки назад. В его планах было не просто стать туристом космического масштаба, но также и исследователем, способным сделать удивительные открытия. Он верил, что его путешествие позволит человечеству взглянуть на другие миры, как на новую возможность расширить понимание нашей Вселенной. Наука могла бы получить данные, которые не только изменили бы наши представления о космосе, но и помогли бы понять, как развиваться дальше. Путь, избранный миллиардером, был не только одиночным побегом, но и приглашением для всех, кто готов принять вызов и отправиться за пределы известного. Он осознавал, что его действия могут на многих уровнях изменить будущее человечества. Неизведанное таило в себе как риски, так и невероятные перспективы, и миллиардер был готов первыми шагами проложить дорогу к новым горизонтам. Именно эта неизведанная территория и сулит человечеству будущее, которое мы еще только начинаем осознавать. Радикальный эксперимент. Жизнь без земной гравитации. Жизнь без земной гравитации — это не просто мечта, а радикальный эксперимент, который миллиардер решился провести на себе. Постоянно существуя в условиях нулевой гравитации, он намеревался понять, как такие обстоятельства повлияют на человеческое тело и разум. Это не просто любопытство, это научный интерес, который направлен на изучение долгосрочных эффектов космоса на человека. Будучи финансистом и исследователем, миллиардер видел в этом уникальную возможность стать первопроходцем в изучении жизни в экстремальных условиях. Для реализации этой идеи он привлек лучших специалистов в области медицины и нейрофизиологии, установив на своем корабле самые современные лаборатории. Они были оборудованы для проведения исследований, которые позволили бы наблюдать за изменениями в организме, происходящими под воздействием космической среды. Особенно его интересовало воздействие на костную ткань, мышцы и сердечно-сосудистую систему. Это могло бы стать прорывом в медицине и дать важные ответы на вопросы о выживаемости человека в космосе. Эти исследования также включали психологические аспекты жизни в изоляции, что было крайне важно в условиях длительных межзвездных путешествий. Миллиардер понимал, что его путь будет полон трудностей, и он должен быть готов их преодолеть. Каждый день он проверял свое физическое и психическое состояние, записывая результаты в журнал. Эти данные были важны не только для него лично, но и для всего человечества, стремящегося покорить космос. Однако, даже несмотря на все технологические и медицинские достижения, жизнь вне Земли оставалась невероятно сложной. Без притяжения человек теряет привычные опоры, и каждый шаг может оказаться решающим. Миллиардер был готов к этим испытаниям. Он верил, что его жертва откроет новые горизонты для научных открытий, которые помогут человечеству в будущем освоить космическое пространство. Впереди были неизведанные территории, которые могли навсегда изменить представление о жизни и смерти в космосе, а его пример стал призывом к смелости и решимости отправиться в неизведанное. В интенсивной тишине космоса голос вечности обретает совершенно иной смысл. Миллиардер осознавал, что его страсть к космосу не просто бегство от земных забот, а попытка найти смысл и ответ на древние вопросы о нашем существовании. Сталкиваясь с бескрайними просторами Вселенной, он искал то, что называется сутью жизни, возможно, скрытой в недрах звезд. Космос окутан тайнами, и каждая новая звезда, каждый новый световой год – это намек на то, что есть нечто большее, чем мы можем вообразить. С каждым днем его пребывания в космосе миллиардер ощущал, как пространство влияет на его внутренний мир. Он анализировал данные, которые поступали с многочисленных сенсоров, установленных на борту его судна. Эти наблюдения стали для него источником не только новых знаний, но и вдохновения. Понимание того, что он движется в неизведанное, добавляло остроты его экспедиции. Он был полон решимости раскрыть секреты, которые могли изменить представление о жизни и ее значении. Его исследовательская миссия стала не просто научным экспериментом, но и поиском истины, которая ускользала от человечества веками. Миллиардер считал, что космос хранит ответы, которые могут пролить свет на самые важные вопросы человеческого бытия. Он верил, что его путешествия — это не только личное стремление к познанию, но и значительный вклад в будущее науки. Каждое новое открытие и каждая новая гипотеза были шагом к тому, чтобы люди могли лучше понять свое место во Вселенной. Но для этого он должен был пройти через трудности и испытания, которые преподносила ему жизнь в космосе. В такой суровой среде ему приходилось полагаться на свою подготовку и оборудование. Возможно, звезды таят в себе важные подсказки, которые помогут человечеству обрести новый смысл. И хотя миллиардер мог никогда не вернуться на Землю, его действия стали началом новой эры понимания и неустрашимости. Его эксперимент в поиске смысла в космосе дал миллиардеру не только внутреннее удовлетворение от выполнения задуманного, но и надежду на то, что его примеру последуют другие, продолжая исследовать бесконечные горизонты. Будущее человечества или личный побег Выбор миллиардера отправиться в космос озадачил многих, провоцируя вопросы о причинах его решения. Он верил, что, возможно, лучшая жизнь для человечества находится за пределами Земли и что его эксперимент может стать отправной точкой для новой эры. Некоторые свидетели его стадии подготовки шептались о его эксцентричности, но сам миллиардер видел в своем проекте путь к развитию. Он не воспринимал свое путешествие как бегство. Это было осознанное решение, продиктованное желанием познать неизвестное и попытаться сделать шаг в будущее, которое, по его мнению, могло бы изменить все представления о жизни. Перед запуском его команда провела тщательное тестирование всех систем. Специалисты проверяли каждую деталь корабля, обеспечивая миллиардеру все шансы на безопасное путешествие. Технологии, которые они использовали, являли собой вершину современных научных достижений. Была проделана огромная работа, чтобы обеспечить автономное функционирование корабля в течение длительных периодов времени. Важным фактором стало и психологическое состояние миллиардера. Его ментальная подготовка к длительному пребыванию в изоляции оказалась критической. Ему предстояло справляться с одиночеством и возможными техническими неполадками в одиночку. После ухода миллиардера в космос его поступок вдохновил многих. Ученые начали всерьез обсуждать возможность колонизации других планет, приводя его эксперимент как яркий пример. Вдохновленные его смелостью, люди начали пересматривать свои взгляды на космос и его роль в будущем человечества. Несмотря на все риски и скептицизм, миллиардер остался верен своему видению. Его история послужила напоминанием о том, что даже в самых неблагоприятных условиях стремления к великим свершениям может открыть новые возможности и привести к неожиданным результатам. Субтитры создавал DimaTorzok